Доброе утро! В холодное время года важно укреплять свой иммунитет. Например, есть определенные продукты – киви, цитрусовые и даже квашеную капусту, потому что в них большое количество витамина С. Но некоторые уверены, что можно пить и домашние напитки, которые также укрепят наш иммунитет. А вот какие – сегодня спросим у нашего эксперта. Про домашние напитки, которые укрепят ваш иммунитет, нам сегодня расскажет врач-педиатр, аллерголог-иммунолог Федотова Наталья. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Работа иммунной системы, эндокринной системы. Но надо брать достаточно качественный продукт для приготовления напитка на завтрак, чтобы был эффект. То есть брать какой-то быстрорастворимый напиток, в котором уже добавлены сахар, ароматизаторы, сухие сливки – не лучший выбор. То есть, я так понимаю, лучше выбрать какао-порошок, нежели что-то другое? Да, лучше всего будет натуральный какао-порошок, и чтобы сварить из него самостоятельный напиток, а не просто развести. Если мы добавим наш напиток сливки или молоком, это как-то снизит его полезность или нет? Натуральный молоко и сливки, конечно, тоже, если у вас нет на них аллергической реакции, будут здесь уместны. Но лучше ограничить добавление сахара в данный напиток, так как сахар вряд ли принесет много пользы. А на обед предлагаю взять чай, потому что некоторые уверены, что он тоже укрепляет наш иммунитет. Конечно, чай тоже обладает общеукрепляющими свойствами для организма, но надо понимать, что лучше выбирать листовой чай, а не в пакетиках и без различных ароматизаторов и добавок, и красителей. А вообще предпочтение лучше отдавать даже не чаю, а отвару разных личных трав и морсом, и компоту. Из чего же лучше готовить эти отвары? А вернее, какие ягодки туда лучше положить? Так как сейчас не сезон ягод и фруктов, то лучше брать ягоды, которые подверглись шоковой заморозке, так как они сохраняют в себе витамины. Всем известно, что витамин С укрепляет наш иммунитет. Кто является лидером по его содержанию среди ягод? Очень богатый витамином С клубника, черная смородина и клюква, и поэтому их очень хорошо было бы добавлять даже не столько в компоты, сколько в морсе, так как при термической обработке разрушается витамин С. Субтитры подогнал «Симон» Некоторые в эти отвары еще рекомендуют класть корень имбиря. Оказывается, он очень полезен. Что скажете вы? Да, действительно, имбирь не только помогает бороться с инфекционными компонентами, но также оказывает общее укрепляющее действие на организм, поэтому напитки из этого продукта очень полезны. А в каком виде лучше всего использовать? Сушеным или назереть на терочке? Свежий корень имбиря, натертый и прокипяченный где-то на протяжении 5 минут, будет обладать очень полезными свойствами. Из каких еще продуктов можно приготовить вкусный и полезный напиток? Также богаты микроэлементами и сухофрукты, и напитки приготовлены из них, поэтому для зимнего времени года очень актуальным будет приготовление компота из сухофруктов. Какие же сухофрукты лучше всего взять? Вот, например, на полках у нас есть кураган и чернослив. Это как раз самые полезные сухофрукты, они богаты различными микроэлементами, витаминами и не теряют своих свойств при кипчении. На завтрак мы выбрали напиток, на обед тоже выбрали напиток, причем аж двух видов. А давайте вот на вечер подумаем, что же взять с собой? Очень хорошо для этого подойдут кисломолочные продукты, так как они помогают развиваться полезной микрофлоре в кишечнике. А как известно, что полезная микрофлора – очень важный элемент в противоинфекционной защите нашего организма. Самым хорошим продуктом считается кефир. Будет ли как-то зависеть процент жирности на наши организмы или нет? Именно на состав, то есть на влияние на микрофлору нет, не будет, но надо учитывать особенности организма в виде проблем с желудочно-кишечным трактом, с лишним весом, чтобы определиться с процентом. На что нужно обратить внимание при выборе вкусного и полезного кефира? Конечно же, надо брать продукт с коротким сроком хранения, потому что пастеризованные не будут содержать должного количества грибковых микроорганизмов. И желательно, чтобы он был не сладким и без красителей, ароматизаторов и различных добавок. Кефир будет относиться к продуктам-аллергенам или нет? Так как он делается на основе молока, а молоко, белок коровьего молока, относится у нас к большой восьмерке аллергенов, то если есть аллергия на белок коровьего молока, то да, конечно, тоже может вызывать аллергическую реакцию. Какой же напиток выбрать для аллергиков, чтобы заменить молочную продукцию? Есть различные растительные заменители, да, на растительном молоке, например, на рисовом, на миндальном молоке. Все исходя из того, какие особенности организма у человека. Огромное вам спасибо! На здоровье! Сегодня мы поговорили про напитки, которые можем приготовить в домашних условиях. Они укрепят ваш иммунитет. А вы берегите себя и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова